Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Свою юность Христу и душе красоту посвятили во имя свободы. Свою юность Христу и душе красоту посвятили во имя свободы. Свою юность Христу и душе красоту посвятили во имя свободы. Свою юность Христу и душе красоту посвятили во имя свободы. Свою юность Христу и душе красоту посвятили во имя свободы. Свою юность Христу и душе красоту посвятили во имя свободы. Свою юность Христу и душе красоту посвятили во имя свободы. Свою юность Христу и душе красоту посвятили во имя свободы. Свою юность Христу и душе красоту посвятили во имя свободы. Свою юность Христу и душе красоту посвятили во имя свободы. Свою юность Христу и душе красоту посвятили во имя свободы. Свою юность Христу и душе красоту посвятили во имя свободы. Свою юность Христу и душе красоту посвятили во имя свободы. Свою юность Христу и душе красоту посвятили во имя свободы. Буквально развития консультации лор-врача в железнодорожной больнице Не знаю, что там будет. Там предоставляется 2 варианта. Либо дыхание, либо голос. То есть, можно восстановить дыхание, лишившись голоса. Предлагаю такой вариант. А потом, когда дыхание устанавливается без этого, без стридера, без гриппа, без чувства страха, что прекратится дыхание. Потом требуется и голос. Так что вот тут надо выбирать, не знаю. Может быть, Господь даст так, что и восстановится и то, и другое. Так что усиливаем молитву, чтобы Господь восстановил и то, и другое, и голос, и дыхание. Тяжело и трудно там возникает, особенно ночью. Она уже не спит практически месяц. Ну вот представьте себе. Так что состояние такое очень сложное. Лиза болеет у нас, Устинова Лиза. За нее надо молиться. Я хочу поблагодарить, кто молился за меня. Благодарю вас. Вашими молитвами поднял. У Вадима температура под 40. Вадима, Попов Вадим. А еще у кого какие просьбы, пожелания? Данбра. У меня пожелание поставить на голосование вопрос о возможности прямых трансляций наших собраний в эфире, в интернете. Почему у вас есть вопросы? Без единодушия в этом вопросе. Зачем? Зачем? Ну зачем? Прими это прямо. То есть против, да? Или давайте... Почему против? Нет. Ты аргумент скажи зачем? Ты ответь на вопрос просто. Для Пушкина, Лермонтова или кому это надо? Давайте сначала аргументы выслушаем те, кто против. Как? Ну пожалуйста. Почему? Задан вопрос, но на него нужно ответить, если задан вопрос. Ты скажи, у него есть опыт там какой-то, что кто-то там выкладывает просьбы какие-то. Ну то есть вот какие-то... Люди благодаря, смотрят и благодарят. У нас очень много людей, которые пришли в общину через интернет и прямые трансляции, они способствуют этому. Это благовестие. Разрешите я как бы дополню, что он хочет сказать. Значит дело в следующем. У нас в интернете очень много подписчиков. У Игнатия Тихоновича очень много подписчиков. А они смотрят всех нас и нас уже знают. У меня на улице прям говорят, о, это вы там, я вас смотрю. Здравствуйте, откуда я вообще мелькаю там редко. А Игнатия Тихоновича часто, вот и Сергея вот на этой даже на крещение подходили, говорили, мы вас смотрим. И поэтому, то есть часовой пояс в Сибири очень сейчас обширный. Считают Красноярска, Кемерово, Тюмень захватывает. Ну сами понимаете. Это все наш пояс. И вплоть до Казани. Казань всего два часа разница. Два часа. Ну понимаете? То есть люди, если делать трансляцию прямую, то многие прям выйдут на канал и будут смотреть. Ну как многие. Ну сначала может немного, потому что сколько там было? Семь человек, девять человек. Мы тут песнопения пели, нас смотрели. Прям люди смотрят. Участвуют. Они не просто смотрят, они вместе с нами участвуют. Им радостно, что песнопения, они сами поют, напевают их. Ну то есть вот поэтому Сергей предлагает, что раз люди есть, которые участвуют с нами вместе в молитве и так далее, то вот хочет, чтобы они тоже поучаствовали. И желание у них есть, никто их не отгоняет. Господь же сказал, придите ко мне. Кто не против вас, тот за нас. Ну только поэтому больше не почему. А почему еще? Кто еще по этому вопросу хочет сказать? Я хочу сказать, я против. Мои сыновья смотрят меня, мои внуки смотрят меня. И когда я вот, ну не думайте, что я специально это делаю, носом клюю, засыпаю. Мне бывает стыдно перед ними. И стыдно перед теми. Вот день Татьянин был, я вчера вот двух человек слушала, которые, значит, это, меня вообще, мне стыдно. Меня не снимайте тогда, Володя. Я сколько раз просила, ну не наводите вы свою камеру на меня. Я вас очень прошу, не наводите. Я не хочу там светиться. Пожалуйста, вы все православные. Я плохая православная, если я засыпаю во время занятий. Не надо на меня наводить камеру. Вот и все мое пожелание. Тем более в прямом репортаже, когда вы делаете, мало ли где-то я там сопли свои, извините за выражение, подтираю. Или платок поправляю. Это тоже нехорошо. Надо как-то репетировать, то есть это, редактировать это все. Не надо выставлять это все на показ. Вот так вот, все до того, что до последнего унитаза, как мы это все делаем. Меня это возмущает всегда. Ответишь что? По унитазу только не снимают еще, как мы, что туда ходим. Понимаете, как вы извините? Ну, свобода. Можно мне это? Бог дал свободу, она высказала то, что она думает. Да, я вот так думаю. Я категорически против вот именно такого прямого репортажа. Когда во время службы... Вот мы сейчас начнем трапезу и все остальное прочее, за каждый кусок подумаешь, тащить сюда или брать, или нет, ложку эту в рот, чтобы кто-то там, где-то там, в Казани, посчитая сколько раз ты будешь это. День общины, там никогда не кончится. И все кто хочет по этому вопрос сказать. Ну, подняли вопрос, вопрос такой важный. Ну, важный, животрепещущий вопрос. Только о собрании, при чем здесь горшки ваши, скажите мне. Он сказал о собрании, попросил о собрании, когда идет собрание, вы на собрании не спите, носом не клюете, а на занятиях вы, на задней парте, никто вас там не снимает бедную. Спокойно себе почивайте, никто вас не тронет. Они будут вас снимать, зачем вы это делаете, зачем вы нас тут позорить начинаете, зачем? Может быть, да, я вам первые немного правила. Да помолчали бы сейчас, сказали, господи, прости меня, господи, братья, да, действительно, опять продолжаете что-то свое там, ковырять. Попросили собрание, собрание, оболящие говорят, там кто-то помолится за этих людей. Вам еще раз говорят, что это не ваш канал, а Игнатия Тихоныча и братья, которые вы... Вот Сергей помогает очень сильно. Вообще непонятно, почему вопрос-то возник, непременно онлайн делать это. Делать это всегда делалось без нашего согласия, без обсуждения, хотим мы этого, не хотим. Всегда снимали, а потом показывали. Теперь нужно еще онлайн. Ну какой смысл в этом, непременно онлайн, чтобы должно быть это. Я коротко буквально, значит, раньше, раз это и идет из-под канала, вот так говорит, Игнатий Тихоновича, он хозяин этой трансляции. А я конкретно, как индивидуум, не важно кто христианин или нет, я даю согласие, буду я сниматься или нет. Этот вопрос очень важный, потому что когда показывают детей, лица что? Затеняются. Почему? Есть закон о детях и прочее, прочее, читайте законы. Этот вопрос очень важный, поэтому здесь присутствует, ну может быть половина из всех людей, это вопрос важный, остальные ушли. Должны в обсуждении присутствовать все. Вся община, то есть желает человек или не желает. Пожалуйста, в лесу снимай сколько хочешь, а здесь я тебя могу даже на кольцо своего дома не пустить. А съемка тем парче, понимаешь, в чем дело-то. Хотя тут криминала нет никакого, но надо учитывать мнение как за, так и против, чтобы было вот это онлайн. А смысл такой, что роликов Игнатий Тихоновича начнята уже, может быть, по России больше нету. И когда я лично предлагал, поднимите ролики, что надо фильтровать ролики, что сказал хозяин этих роликов, хозяин роликов, что это мой канал и я что хочу, то и делаю. Понимаете, я не имею права управлять его каналом. Он там что хочет, мультики показывает или все что угодно. Здесь мы показываем, как мы едины. Но это бывает не всегда. Сегодня этого как бы, ну, нету единства. Как бы у всех дела там, сугробы там разносить и прочее, и прочее. Это вопрос важный, брат, поэтому не торопись с этим делом, потому что он в альтрансляции сам знает. Людям это посмотреть как мультики и кому-то интересно. Это вот посмотрели, потом, вот я там видел, на уровне сплетен у многих это проходит. Кому-то это действительно интересно, он приходит к нам в общину и прочее, и прочее, в виде людей. Но многие люди посмотрели и ушли, и поговорили, и ушли. Вы понимаете, в чем дело? Потому что, я почему, говорю, у меня свидетельств мало, но с кем я разговаривал, кто смотрел ролики, не онлайк, а ролики, они говорили, ну, я вот посмотрел два раза. У меня сработал, вот когда я работал. Ну, посмотрел два раза, знаешь, говорит, одно и то же. Все. Это как мультик, ну, погоди, первая серия, одно и то же смотреть. Ну, они сравнивают. Сначала интересно, потом не очень, а потом вообще приклеиваю. Вот, поэтому давайте остановимся. У нас сегодня важное собрание о дне общины, ну, будем так говорить, день основания общины, условно сказать, да? Поэтому обсудим, может быть, этот вопрос, а этот вопрос оставим открытым. И обратиться потом будут, когда люди, больше люди, им сказать, кто за, кто против. Все. Вот, вот мое такое мнение. Я могу сказать, братья и сестры, что многие потому сюда и не заходят, и многие сразу уходят именно потому, что не хотят быть снимаемы. Ну, а здесь установка такая, что здесь будет снимать все равно. Поэтому, вот, ну, надо какие-то делать выводы из этого тоже. Еще маленький-маленький вопрос. Вы посмотрите репортаж, допустим, из детской поликлиники, из детской больницы. Мальчику там делают сложнейшую операцию. Все остальные дети, которые сидят в этом же палате, да, у них лица закрыты клеточками. Татьяна Александровна, вы повторяете чуть-чуть. Понимаете? Повторяйте. Я повторяюсь, но я еще раз хочу заострить внимание на детях. Хорошо. Так, вернемся мы к самому главному вопросу, который, по поводу которого у нас сегодня торжество. О дне общины. Как создавалась наша община? Я, типа, якобы ее дочку износила, то, что я ее снимаю. Ага, вон, не бери, ну что за гемортизм такой у него. Вопрос-то. Вот из-за чего. Кто желает сказать слово о том, кто, как пришел в общину, как создавалась община? Давай, Вагра. Ну, не в продолжение, а в том, как я пришел в общину, то есть неудобно, кому свиной, кому как. Как, значит, ну, я, как бы, не сторожил, но один сторожил. Как он не сторожил? Я пришел, уже был что-то год, что ли. Ну, это, вот. Я что хочу, вот, сегодня на молитве смотрю, ходит Политыкина. Дочка. Вот у Лены старшая дочка, старшая сейчас ее дочка, она была вот такой. Когда я пришел, я помню. Меньше. Меньше, пять лет. Меньше. Ну, я примерно, они выросли у меня в машине. В машине. Они росли все три. Все три. Ну, так судьба сложилась. Вот. Я что хочу сказать, что вообще, ну, я пришел, ну, будем говорить так, что совершенно случайно. Не скажу, что я искал или что-то меня там интересно, нет. А просто-напросто, ну, все читали мое обращение, как я обратился. То есть, жена у меня подвинулась и стала ходить к баптистам. Ну, не съехала, подвинулась маленько от обычного, обычного курса. Ну, куда, сначала там, куда-то к баптистам они соли у ногами, потом в полутехнический университет. Я думаю, что ты... И приходит и рассказывает. Взахлев. Аж у нее дыхание спирает. Да что ты будешь делать? Я думаю, ну-ка я схожу, посмотрю. Я посмотрел два раза. На третий раз, как сейчас помню, магазин. Кооперативный на Ленинском. Я с трава и иду. Там в этот полутехнический университет у меня сигареты в кармане. Ну, я вот так вот взял их, вон убросил. Все. И все. Это было 25 лет назад. К примеру говоря. Вот, я пришел, я не искал. Но Бог меня подвигнул так, что я нашел именно то, что мне нужно. Конечно, я как бы бываю разным, и дома разным бываю, и здесь разным. То приветливый, то неприветливый, то добрый, то... У меня тоже я человек, и ничто, как говорится, человеческое мне не чуждо. Но я понял, что вот мирская дружба, да? У меня было много друзей до прихода в общину, да? Как-то со временем она угасла, и сейчас это на уровне... Привет, ну как ты? Да, нормально. И ушел, и все. Ну, здесь я увидел другой коллектив, во-первых. И, как бы, у меня, как бы, прошел такой перелом, что ли, внутри, что... Ну, вот, если живу там, с той жизнью, да? Я работал на оборонном заводе, понятно там, что это грех работать, но я все равно работал. Я сам по себе не участвовал в производстве этих всяких смертельных штук. Ну, это ротор завода, да? Ну, все равно, косвенно, это служба обеспечения. Я был мастер, старший мастер тепловых сетей, водопровода, канализации. То есть, весь завод на моих хрупких плечах. И у меня было такое, работать или не работать? Ну, потом, слава богу, как бы, завод рухнул. 91-й год, коммунисты упали, я оттуда ушел, и меня, как бы, бог вывел оттуда. От этой всей обороны. Вот, ну, я нашел. Самое главное, понимаете? Не всегда, конечно. Какой год-то был хоть, когда ты нашел? Ну, это же очень важно. Так, 93-й год. 93-й год. Ну, не старожил, я говорю. Ну, посчитать можно уже. Вот, теперь вот можно посчитать. 27 лет. Ну, вот, примерно, да. 27 лет, вот. Ну, я считаю, что если человек верующий, действительно христианин, и вообще читал Священное Писание, Евангелие, он обязательно будет искать людей себе подобных. Птицы слетаются подобным себе. Вот, я прилетел, как меня стая приняла, я не знаю. Ну, пока не выгоняют. 27 лет, вот, меня стая не выгоняет, и я вместе с ней разный был. Не отпустим, не отпустим. Ну, разные, по-разному вылетали. Ну, да. Я вот вижу, вот, как растет община. Растет на, ну, может быть, не численно мы убавились. Ну, у нас много пришло, много и ушло. Много, столько же, наверное, да. Но растет более, это, так сказать, крепчает, что ли. Крепчает, то есть, остается костяк людей, которым это очень важно в жизни. А которые пришли, там, кого-то пирожки с ума свели, кого-то там свиньи, кого-то другой. И это, там, поразлетались люди, многие. И поразлетались люди, которые считались корень общины, костяк. Вспомните, Муравлев, он со своей камерой ходил. Я с ним пытался разговаривать. Он для меня был недосягаемым. Я только пришел, ходил в оглашенных. А он уже крещеный. С самим Игнатием Тихоновичем разговаривает. Это вообще для меня было что-то там... Я тебя понимаю. Вот. К батюшке, если вот так вот прикоснулся, что он весь благодатью, он просто светится хочет. Для меня вот так казалось. А потом оказалось, что все люди-то одинаковые. Просто-напросто, как ты себя чувствуешь в этой стае? Если комфортно, ты для всех открытый. А если тебе некомфортно, ты для всех закрытый. Становишься человек. Поэтому, если этот ролик будет стоять в интернете, не будет стоять в интернете. Люди, ищите подобных себе. Но хороших. Вот и все. И еще. Мне попалось такое выражение. Я его сейчас с женой разговариваю. И его привожу. Талант. То есть, что такое талант? Талант это не то, что у тебя есть. А то, что ты можешь дать. Дать человеку, что ты можешь. Вот это есть у тебя талант. А у тебя, ты можешь быть, четыре шнобеля получить. А толку от тебя нету никакого. Для общества-то нету ничего. И это подложили всю под скатерку и нету. Поэтому, вот здесь человек может самореализоваться. То есть, быть или полезным, или бесполезным. У нас все полезные. Все до одного. Все до одного. Больной ты не... Больной еще полезней. Он меня побуждает к молитве. Я утром стою, ночью стою. А как там Алевтина Пантелеевна? И вот начинал. А вот как бы вот у меня вот здесь, если бы здесь... Я бы вообще не выжил. Вообще не выжил. Я вот боюсь вот этого... К врачу ходить это страсть. Я в больнице ни разу... Ну, лежал один раз... Страсть, а не страсть. Страсть, а не страсть. Пчелы в улье. И их, оказывается, не сильно-то и прикрывают. Там закрыли немножко и оставляют отдушины. Я говорю, а зачем отдушины-то этого ульника спрашивают, у пчеловода? Он говорит, они, говорит, сами себе атмосферу создают. Я говорю, вы что, как они могут создать? Они же насекомые. Крылышками, говорит, вот так вот трупещут. Нагревается у них тельца. И они... У них там какой-то такой барометр стоит, что они, поскольку там каждый должен махать, чтобы была такая температура комфортная им. Понимаете? Я подумал, что не стая у нас, а у нас вот этот улей. У нас вот этот рой пчелиный. Мы должны создавать атмосферу. А вот эта вот сама атмосфера, нам ее регламентирует, так сказать, Дух Святой дает такая, которая должна быть. И вот то, что у нас иногда какие-то тут идут стычки и так далее, это все очень важно. Потому что через это создается истинная атмосфера. И все, все, все... Не может быть, что всегда все очень хорошо. Да возьмите Коринфян, возьмите Галатам. Апостол Павел к ним обращается. Святые, братья, освященные во Христе. Он к ним прям просит их, молит. Молитесь обо мне. Но когда начинаются там у них какие-то и очень серьезные грехи, он сурово подходит. Давайте единодушно выступим вместе, единым, так сказать, целым, как будто одной душой. И сделаем так, чтобы брат, сестра или группа, чтобы они познали истину. Для этого у нас есть Матфея 18 глава. Как нужно к согрешившему подойти к нему, к брату согрешившему поговорить. Не принял. Взять с собой двоих, троих, поговорить. И потом только уже выносить на церковное собрание. У нас это так редко бывает, что на церковный совет выносятся такие. Потому что мы следуем евангельским путем. И уже на этом уровне, на первом, втором этапе у нас всегда идет покаяние. То есть брат или сестра обращаются и каются. То есть говорят, да, неправ и так далее. То есть это очень приятно. Поэтому помоги всем Господе всегда находиться в таком состоянии. и не бояться высказывать свою мысль. Вот сейчас Татьяна Александровна сказала, а моя мысль такая, на горшке меня не снимать. Все, не снимаем никогда. Все, а что? Это не утрированное. Это не утрированное. Все, как вы сказали. Все так не утрированное. Поэтому, немножко юмор-то включайте. Что же совсем старобрячество-то быть? Как кофейник. Старый уже, вы что? До такой степени-то. И дальше я хотел еще добавить. Главное, главные комментарии, комменты, называется, после роликов, идут ни к кому, ни ко мне, ни к Сергею Павловичу, ни к вам, тем более. А к кому? К дорогому дедушке Игнатию. Просто к Игнатию. Тихоныч молодец. Тихоныч супер. Вот этот дед. Вот дает. Вот. Вы почитайте, какие комментарии. К нему идут. Его хотят слушать. Да они вас смотреть. Спите вы там или не спите. На вас никто и внимания не обратит. Потому что люди что, не понимают, что сидит старушка, бабушка, может она молится там так. Они все такие же, как мы. Они тоже люди, тоже человеки. А вот таких слов, как говорит Игнатий Тихоныч, пророческих, никто и не слышал. И не забудьте, что сербские, этот мудрец православный сказал, что восстанет когда-то в Сибири, в северных странах человек, у которого будет много книг. И все его будут слушать. И вокруг него будет много предателей и врагов. И так Тарабич. Да, Тарабич. Вот и подумайте, у кого много книг будет еще. А еще и брать компьютерные книги версии тоже есть. Может найдется какой-нибудь миллиардер, да и сдаст еще все. Один брат сравнил нашу общину со стаей. Второй с пчелиным роем. Я хочу сказать о том, что мы, как камешки в реке, имеем острые углы. И вот по течению мы все-таки обтираемся друг об друга и притираемся, и становимся гладжи к друг другу. То есть, ну как бы, большее взаимопонимание получается. В то же время каждый из нас должен понимать, что эти углы вот эти не нужно выпячивать. Не нужно выпячивать и не раздавать там клички или какие-то прозвища или эпитеты во время беседы. Ну, смирять себя тоже нужно. И когда говорит батюшка, ну, почтительнее относиться к этому. А то батюшка говорит, а мы тут комменты свои выдаем. Ну, вот это вот должно быть у нас все равно. Почтительнее к друг другу относиться нужно. И тогда достигнем мы Царствие Небесное, когда мы будем единомыслены и будем смирять себя и относиться к другу более уважительно. Можно я скажу? Я как-то всегда стеснялась говорить. Вы все говорили уже. Много у нас было уже времени. А сегодня я хочу сказать, время близко уже. Может быть, шажок нам остался или сколько. Как я пришла? Игнатий Тихонович позвонил в техникум к нам и повесили объявление. И мы пришли, и нас несколько человек пришло. Остались вдвоем только, Любовь Петровна и я. Вот я пришла. Ну, Игнатий Тихонович, занятия. Конечно, дома говорили, что я, конечно, что-то со мной случилось с мозгами моими. Но вот так горело сердце, блудница окаянная. Простите меня, стыдно будет мне на суде. Самокритично. И вот так горело сердце, как он говорил, что креститься надо. Я молюсь, я все чистое буду. Все. С работы прихожу. Это была суббота. Катя, быстро одевайся. Едем час до поезда. Мы бегом с ней. Халаты у меня были. Прости меня, Господи. Я этот халат работала в нем потом в лагере. И у меня нет крещальной рубахи. И вот покрестились мы. Приехали. Я такой момент хорошо помню. Я приглашаю Игнатия Тихоновича к себе на классный час. В школу. В техникум. В техникум. Группа у меня большая была. Я классный руководитель. И я его пригласила. И вот какое я вот сейчас... Они одели сразу платки новые люди, которые к нам пришли. А какая борьба у нас была. Мы же без платков все ходили. Эта борьба сильная была. И вот мы идем с ним по коридору. Идти надо было долго. Я знаю, что Игнатия Тихоновичу сильно молился. А я иду без платка. Все без платка. Я иду без платка. Ну платок у меня вот рядышком сумочки. Но как его одеть? Ой, все вот. И вот уже все. Скоро уже мы дойдем. Я встала и одела платок. Одела платок. И мы с ним зашли. Сама думаю, как сейчас примут-то учащиеся. Учащиеся вдруг смеяться будут или еще чего-то. А этот урок мне отдала еще по философии преподаватель. Коммунистка такая. Я прям удивилась, что она еще пожертвовала и урок нам этот. И вот мы зашли. Игнатий Тихонович начал с философии сразу. Что это такое? Вот вы знаете, как дети слушали. Это вот муха пролетит, жужжать будет. Ни звука, ни кто, ни как. Как все приняли? Да вообще все довольны были. Еще хотели бы слушать. Ну что вы думаете? Когда мы заходили в кабинет, за оч как раз выходила. Ей надо было вот сюда, на Ленинске, в здание. И она увидела меня, что мы заходим, а я в платке. Она увидела меня только в платке. Она ничего не знала, ничего не слышала. Я не докладывала, кого я пригласила. Как она меня потом вызвала. Она у нас коммунистка такая. Да еще председатель там была. И она мне отчет такой сделала. И сказала, все классные часы и кого вы приглашаете, только через меня. И так это все было зарублено. Но как-то девочки это все очень хорошо восприняли. Они прекрасно все. Вот это такой момент в жизни моей. И потом. А жила я вернулась. А жила-то в грехе. Если бы не Игнатий Тихонович, то меня уж давно бы, наверное, закопали. А это он первый спохватился. Как? А мне так не хотелось менять фамилию, что у детей одна фамилия, а у меня другая будет. Нет, не хочу. Ну и все. И так и жила в блуде. Игнатий Тихонович как узнал. И сразу. Кто еще? Тут у нас несколько шло. Да вы что? Ой, так он прямо как он испугался. А я еще такая не пугливая была. Нет. Это сейчас я плачу. Не знаю. Мне день и ночь надо плакать о моих грехах. Вот так. А как же освящение? Подождите. Ну поплачем. Давайте порадуемся. Давайте порадуемся. А теперь я уже могу сказать, что это настолько... Вы мне все близкие люди, родные. Ну я даже не могу выразить это словами просто. Аллилуйя. Все на себе. Аллилуйя. 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 Ой, храни вас Господи. Спаси Христос. Еще кто? Можно я? Да. Вот в отличие от дяди Коли, он говорит, не искал никогда. Я с детства вот как... Вообще никого верующих не было. Но я от кого-то услышала, что Библия здесь. Я сколько себя помню, я с первого класса искала эту Библию. Почему у меня такая тяга была, я не знаю. И потом, когда я выросла, я в Казахстане там приняла, крещение, бабушка мне там одного говорила. Еще время советское такое было. Сходила я, покрестилась, я сразу купила иконки, купила вот, что молитвы начала учить, я не за 19 лет мне была. Вот. И начала я сразу этим заниматься. Потом приехала сюда, когда я домой вернулась. А этим заниматься поясни. Изучение... 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 Нет, Библию я искала, не нашла, я просто молитвы пока искала. Молитвы начала. Молитвы начала читать, молитвы читать. В храм ходила. Нет, не ходила. Ну, поясни, поясни. Вообще мы не слышали, не знали, никаких даже на пасту яиц никто не красил. У меня коммунисты все, преподаватели в роду, военные, там ничего такого не было. Вроде как бы затишье было. А потом замуж вышла, у меня новая волна вот искательства началась. Я к старообрядцам начала ходить. Какую-то литературу спрашивают, но Библии так и не было. И тут, ну что, у меня Тане было 4 года, я пеку пирожки на кухне. Пеку пирожки, а раньше радио вот это всегда у всех было на стенке. И передача была «Терра инкогнито» с Павлом Лозовым. И Игнатий Тихонович там рассказывает, как Бог творил мир. Вот. И рассказывает, как все прекрасно. Мы живем вот настолько обыденной жизнью, мы ничего не замечаем вокруг себя. Вот простые люди. На работу, с работы, солнце, не солнце, там это вообще, ну обычная жизнь. И тут он говорит, как прекрасно, бабочки летают, там цветочки, все. Я вышла на улицу, посмотрела, как красиво, реально, да. Мы даже никогда об этом не думали. Не задумывались. Да. С этого момента, вот как глаза открылись у меня, и он тут же, значит, приглашает на занятия, а занятия в этот же день выпало. Там, по-моему, четверг, да. Я, значит, эти пирожки испекла, пишу мужу записку, я ушла на занятия. Женщина сидит в декрете дома с ребенком, можно сказать. Никуда не ходит. Какие занятия? Мне 25 лет было. Вот. И пошли мы с Таней. Таня, кстати, так хорошо. Вот 4 года, она очень у меня такая развитая, была умненькая. Это 96-й год был. Апрель месяц, начало, наверное. Или конец марта, или начало апреля. Ну, вот такая погода, я запомнила, какого-то солнца, мне сразу показалось, все такое солнечное, все такое яркое. И пришли на занятия. И я сразу почему-то поняла, что надо прийти, чтобы это была юбка, и чтобы это был платок. Вот это я помню, что, думаю, раз люди верующие, собираются, значит, что-то у них там должно быть. Да. И что я пришла, я что первое запомнила, я захожу в класс, сидят люди в платках, и Библия лежит. Вы вот не представляете, лежит Библия, которую сразу говорят, вы хотите, хотите ее, но она тогда, конечно, не как сейчас, вот мы вышли, и можем вот полный ящик стоить, бери, раздавай себе, и всем бесплатно. Тогда она стоила, но она стоила нормально, обыкновенные советские деньги, сколько там, я уж не помню. Два, нет, рубля два, наверное. В 96-й год, уже не два. Ну, в общем, это было мне по карману. Во всяком случае, что, ну, не пугающая цифра. Это большие деньги, это было недорого. И я вот, вы не представляете, вот эта Библия, вот эта толстая, я до сих пор ее читаю. И она у меня вот там, видать, баптистская была, или что, потому что сзади много листов для комментариев. Там пояснение, еще кресты, как-то, связь, 66. Черная такая, помните? И вот у меня такая жажда была, несмотря, что вот и ребенок маленький, я тут же забеременела, как-то совпало, вот этот вот момент вторым ребенком. Я читала так, что я писала, я читала главу и краткий пересказ, вот это вот все. Вот такое у меня было желание. Сейчас вот дети смотрят, уже кончились эти листы, на корочках, везде вставленные листики. Я вот до сколько я дочитала, я все там комментировала. И вот у меня это такая радость была. И обратилась я вот через вот это радио, и Бог мне там тоже дал выступить на этом радио, тоже так интересно. Привел меня на этот телецентр работать, и Павел Лозовой, и Игнать Тихонович как раз книги издал. И у меня такое желание Павлу Лозовому книгу было подарить. Я пошла к нему с этой книгой, он говорит, слушай, а почему бы тебе не выступить? Я говорю, как это? Ну я, ну кто я такая вообще? Я буду выступать, я говорю, ну знаете, давайте, ну я вот приготовлюсь, Игнать Тихонович проверит, и я приду, и тогда вдруг я что-нибудь ляпнуто со своим, бестолковым вот этим. Да, еще что-нибудь со благотелка. Он говорит, нет, так нам не надо. Нам надо, спонтанно, чтобы интересно, живая речь была вот это вот все. Я записала, мне казалось, я так долго думаю, мне казалось, вот капли капают, какие-то в голове вот. Великолепно ты выступила. Вот. Это очень супер. Супер. Я не ожидала, я боялась, я даже никому не сказалась, братья и сестер. Вы не знаете, как я боялась, я думаю, я что-нибудь ляпнула, не то. Я своим никому не сказала. и потом, кто первая сказала мне, это Галина Николаевна, она говорит, я по радио услышала, говорит, в окна мыло. Чисто. Чисто. Услышала, да. Вот, я очень боялась сказать. И потом прихожу, Павел Азову говорит, слушай, у нас на следующий день телефон сгорел. Сгорел телефон, говорит, пришлось менять где-то от звонков, говорит, как люди ждали. Вот это вот. Ну, это уже был 2008 год. Представляете, как сейчас Игнатия Тихоновича ждут. И вот я так благодарна, я хочу сказать, Игнатий Тихонович, низкий вам поклон. Спаси Христос, что вы меня нашли с помощью Божьей. Я так рада. Вот если бы это не был, такой подвижник не был, горящий, но с его помощью, вот таких людей, это же единицы, не то, что миллион, мне кажется, на миллиарды единицы и в тысячелетиях даже в пространстве растянуты. Вот такие подвижники редко. Я считаю, это пророк с нами в наше время живет. Там цените, пока еще живой Игнатий Тихонович, пока батюшка живой. Даешь живой эффект. Как Моисей с Аароном, да. Я не против, если нам суждено уж пострадать. Что прятаться уже? Время такое. Я даже сам засну перед камерой, лишь бы снимали. Я почему-то всегда думала, что нам суждено, мы в последнее время живем. Чувство у меня было всегда такое, что я живу в последнее время и может быть суждено. Как Богу будет угодно. Благословите Игнатий Тихонович. Спасибо, Христос. Братья и сестры, что вы у нас есть. Спасибо, Христос. Ну, я немножко просто скажу. Давайте немножко, конечно. Просим, просим. Я просто коротко хочу сказать, что у меня такая жизнь была, что я какая-то отдаленная от всего была. Понимаете? Меня от всего удалили. Я просто жила и не понимала. И я такая, у меня такие странности такие были. Я куда-то уходила, все смотрела, вот, природу, смотрела листья, смотрела деревья. Ходила и все смотрела. Думаю, да как-то это, как-то... А людей? Я не понимала. Вот не понимала людей. Понимаете? Потом я уже узнала, почему. И я вот с того момента, как я себя знаю, я что-то искала. Я смотрела на людей и думаю, как-то они вот живут. Я не понимаю. Так, наверное, надо жить. Я ничего не понимала. Вот не понимала в жизни. Не понимала. И единственное, что мне как-то мать один раз сказала, когда уже я в школу ходила, она говорит, в общем, вот напекла пирогов, иди отнеси той-то бабушке, которая там болеет давно. Ты теперь сходи, Зины нет. Я пошла, зашла в этот дом, встала с этими пирожками, с этим там в пакете, и стою. Вот сейчас стою, вот два стою. Потом эта хозяйка говорит, девочка, ты чего тут стоишь-то? Я говорю, мне мама сказала, чтобы вам пироги... Так ты положила, да и шла. Я настолько была вот как-то такая вот в этом плане, ну, неконтактная, молчаливая, пока не спросят, и они... Это сейчас такая болтуша, это. А вот тогда, вот я вот удивляюсь, прямо настолько я удивляюсь себе. И потом, потом я начала искать, я когда уже там замуж вышла, я начала уже искать. Я читала литературу, я много читала литературы, вначале никакой. А потом я стала литературу сама читать, духовную. Мне так все понравилось, я искала, искала. Я познакомилась со мной с женщиной, она говорит, да чего вы все ищете с этим, с моим мужем, чего вы там ищете, и не находите. Идите в церковь лучше. Там все как раз, вот то, что вы ищете, найдете. Ну, я думаю, ну, вот пришла, ходила, ходила, вся вот там, в церкви такая, вся уже измученная, и ничего не понимаю. Раз, и все пошли домой, и я ничего не поняла, опять приду, и ничего не понимаю. И вдруг, как-то это самое, тоже моя знакомая, которая говорит, в общем, вот тебе передали, чтобы ты шла вот туда-то, в политехнические, вот на востолько-то. Юра сказал, это то, что она ищет. Я вот уже вторую неделю хожу. Это было в 1993 году, ну, где-то 92-й или 3-й, я уже тоже так смотрю, у меня 92-го есть эти календари, такие большие покупали. И я пришла, я пришла, и они сидят, Алексей сидит, сидит Юра тут сидит, и все вот так, сто ступеньками была такая, это огромная аудитория. И я зашла, пришла там и стала, стала ходить. Первый раз, только я когда, Игнать Тихниче заговорил, все, я погрузилась полностью, вот в него, в его слова, в речь эту. Я думал, я вообще, вверх ногами живу-то, я вообще не то делаю, все не так делаю. Да как так можно-то, так жить-то, я вот никак не могу понять-то, да как это можно там говорить, что вот там, там, какие-то слова, такие, ну, я не то, что я там слова плохие говорила, а что вот это нельзя, это, это нельзя, это, ну, во всяких там вещах говорить, какие-то слова употреблять. И я так думаю, думаю, надо же, вот ходила неделю, вот вторую, потом маленькая какая-то аудитория, Игнать Тихонович говорит, все, вот кто крещению хочет, это самое, выходите все, все, все вышли, много вышло, все, все. И он говорит, разбирайте вот этих людей, кто возьмет себе, чтобы за нее поручиться. Всех забрали, кроме меня. Меня никто вообще не, он говорит, уже все мы, и Али, и все мы, и Танечки, и Свете, и говорит, ну, возьмите, а Света говорит, у меня столько много, от меня вообще отвернулось, вот так сидит, и не смотрит даже, он говорит, Алла, ну, подействуй на Свету, пусть ее возьмет-то, ну, надо на занятия начинать. Она одна стоит такая, это самое. Никто не берет, а Света Алла говорит, тоже голову наклонила, и все, я думаю, ну, все. А я говорю, я не уйду, я никому не нужна, я не уйду. И говорит, Тихона говорит, ну, Светочка, уже Свету стал уговаривать, ну, ты возьми, я уже тебе помогу, или что-то мой как-то, да, Свету. И Света согласилась, Алла не согласилась, но потом меня Света передала Алифтине, и вот Алифтина меня ведет, вот уже, вот столько, в общем, она меня ввела, воспитывала, учила, как воспринимать вот человеческие там эти, вот она меня учила, как вот, как родная сестра, и столько лет она, я ей не противилась, я ее слушала, и она очень многоумная мне, она как-то мудрая такая, и она мне вообще-то много в такое влила, и вовремя меня останавливала, понимаете, я такая вот, потом, ах, я такая, ах, вот детей на детей, давайте вот со мной ходить, и я их отзлобила, так детей против себя, я просто вошла в это состояние, всем все рассказывала, меня с работы сразу, с главных бухгалтеров сразу убрали, что еще тут, всем раздаю, всем объясняю, стала в платочки ходить, короче, меня убрали, уволили, ну, в общем, это ладно, это десятая, не пострадавшая, это мне Господь вытащил оттуда, ну, в общем-то, вот такая моя жизнь была, очень странная, но я искала, с детства у меня было, вот это вот, ну, не мое, не мое, я единственное, что мне самое главное, чтобы мы все были в главном единства, во второстепенном свобода, как вот выступила сегодня Таня, ей свободу, Бог дал всем свободу, пускай спит, да, во второстепенную свободу, и во всем любовь, во всем любовь должна быть, даже пусть, пусть она, вот как-то так, но не надо на нее, это просто любитель таких всяких, все у меня, спасибо, будем благословны к немощам человеческим нашим, еще кто слово имеет? Давайте Игнатих, давайте уже теперь вы, да, ну, вот на Чарльзе с кого говорить, помянули Муравлева, это не просто вот люди уходят, ушел, и дверь закрылась за ним, и нет, пыль осела, ну, не только на земле, вы помните, как они ходили, тут раздавали, потом суд был, государственный суд, то есть они никаких уже пределов не знали, мы все приложим, чтобы только общины не было, чтобы сняли с регистрации, то есть полное абсолютное лишение разума, совести, а здесь получили, здесь жен нашли, здесь дети родились, я вот сегодня смотрю, обыкновенное собрание, сидели, сказали, день общины отмечаем, день общины не два дня, 29 лет, а как начали отмечать, уже 19 лет, и все это на стенке у нас там отпечатано, и все это в книге для Слова Божьего нету написано, их нету, они сюда не заходят, а вы глаза поднимите, вот вы сидите сейчас под важной картиной, откуда ее происхождение, кто ее нарисовал, а у нее своя история, мы в Пензе, эта картина порезанная ножом была, не просто так, вот там где Христос, он ударил там ножом, это все сделали, замазали, и у протестантов она оказалась, а им она не нужна, и я оттуда привез, а здесь уже сумели сделать так, как будто ничего и не было, представленцы, это есть, когда Иван Грозный убивает сына своего Иоанна, и там тоже один бросился в галерею, и порезал ее ножом, ну человек рассудка лишился, а вот выше написано, помню Господа Иисуса Христа, вот старые люди ничего не помнят, вот как Рейдин говорит, зайдет Ио, который прислужил, зайдет на кухне и стоит, а зачем я зашел, а туалет разный, я туда шел или на кухне, он не может определиться, а почему, да потому что этим и наполнена была душа, помнят в детстве, как был и играл, что говорил, все помнит, а что сегодня делать не помнит, а помнить Господа вообще не знает, и выговорить не может, я видел души, которые познали Господа, получили крещение Духом Святым, лично сами дошли до этого через Господа, и они понесли эту благую весть, женщины или мужчины, и под старость, вот о них как раз Давид и говорит, и в старость они сочны, плодовиты и свежи, вот три слова, и каждая требует разъяснения, не время для много сказать, но скажу, вот помни Господа Иисуса Христа, делаешь ли ты что-то, заболел ли, в путешествии заблудился, врагов много, помни Господа Иисуса, и на все будет ответ, он сильный, он с тобой, он защита ищит, помни Господа, и все переменится, вот один из примеров, здесь был архиепископ, Гедеон, Докукин фамилия, потом его отправили в Ставрополь, он там стал митрополитом, мы с ним встречались, были хорошие встречи, а были он посланиями раздражался против меня, это все в прошлом, он умер, и вот однажды я зашел к нему, он говорит, а у меня вот тут были кардинал, католический кардинал, католический, и знаете, он мне подарил книгу, вот тут все сказано, а что там сказано, ну вот Христос, Бог нигде солнцем не называется, а у нас придумали Бог солнца, или Санди, Санди по-английски, солнечный день, это воскресенье так называется, это языческое, я говорю, это не так написано, по-другому, а где? Я говорю, одно место в Библии есть, 83-й псалом, 12-й стих, он вот так открыл, это вы знаете, митрополит, там в Академии кончал, я говорю, а как же не знать-то, ты помни Господа, и что он сказал, о которой книгу дал, да я к ней не привязывал, сразу в сторону отложил, а Библию открывает, я вот читаю, она хрустит, корешок, это означает, вы ее никогда не открывали, и вы это узнали, он мне тоже Библию-то отдал, понимаете, вот не то, что там какой-то грамотный, у меня нет никакого гуманитарного образования, ни религиозного, ни семинария, ни академии, я просил у Господа любви к Богу, и эта любовь достигала, в первую очередь меня, я вот сегодня смотрю, они не нуждаются, а вот если бы посмотрели, ранами вы ему исцелились, а исцелились ли, все, что у тебя было прежде, все гноящееся, что она рассказывать не помнила, это все в прошлом, а ведь Татьяна говорила, она не о себе только, наверное, Любовь Николаевна, Людмила, да, Любовь, Петровна, Петровна, да, не сбои были, а в то время, телефона нет, к совалеям договаривался, на один день пускали, на работе переписал все адреса, всех училищ, все заводы, фабрики, все Барнаульское, вручную, переписка, у меня сейчас еще есть, и тогда день давали мне на телефоне быть, я звонил везде, а потом шел и вывешивал объявления, никто не заставлял, наоборот, яростную войну объявили мне священники, да архиерея все, а это не просто так, я помнил Господа Иисуса Христа, никакой общины не было, даже намекана это не было, мы только видели, что в церкви делается безобразие, все деньги, 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 как сегодня поют, мани, 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 по-английски это деньги, мы думали, отец Геннадий Фас был, батюшка, зашли по Кровский собор, туда-сюда ходят люди, торговля идет, никто ничего не знает, можешь не спрашивать, что сделать, и вывод был только один, регистрировать, общину создавать, здесь они никогда не позволят, это денежные мешки, в интернете столько нападают на патриарх, ты только скажешь, а у него яхта своя, а у него самолет, сейчас из Москвы, Петербург, он не поехал на своем самолете, полетел, это обошлось патриарху Кириллу, в 3 миллиона, все знают, зачем мне смотреть за патриархом, мне дано молиться за него, с него строгий спрос будет за меня, а не у меня за него, с начальствующим будет, и приходится и то, и другое, кажется, отдуваться за все, и обращаясь к сегодняшнему дню, а дальше, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, не просто ранами кровью, а впереди стоят точки, это означает, эта часть взята не целиком, а что-то до этого, а впереди еще два условия, если, с большой буквы, если ходим во свете, как он во свете, имеем общение друг с другом, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, а если эти условия не соблюдаются, ничего и нету, ты сам себя обращаешь, уже ничего нельзя сделать, если ходим во свете, а как во свете, простое, все делающее явным есть свет, 3 глава Евангелия Тиана, делающее добро идет к свету, что было известно, просили бы Сергея Павловича, а у нас наоборот, заткнуть его, но вы что за онлайн, я нет, не согласен, не согласен, но речь идет о вообще, меня не снимают, и там где-то детей зашифровывают, и прочее, кто, вы узнаете причину какая, она, любая женщина, смотрит на ребенка и понимает, у нее 20 абортов, и она во сне видит грязных поросят, которые дороги не дают, и говорит, это дети плачут, и она любого ребенка видит, содрогаются в убитых, что вы смотрите, зашифровано, затушевано, как можно затушевать, когда его ребенок, это то самое, на земле выше, еще безгрешно, побуждайте, будьте как дети, замазать, не видеть детей, вы что рассуждаете, а я вас думал, не спи, наоборот, тебе это хорошо должно быть, нельзя это делать, сонный не войдет, царство небесное, бегите на листалище, ибо один получает награду на стадионе, а многие бегут, тренируйся, возьми иголку, колись тебя, что делай угодно, но не спи, мимо проходит вся жизнь, вы же понимаете, когда речь шла о крещении, лично вот вам, кто говорил это, а кто Христос, ответить не может, почему проспали, а кто, хороший, а чем он лучше Высоцкого, помните, в калитке разговор шел, а потом Господь стал вам что-то открывать, пришли, я вам благодарен, безотказно, любое, что нужно, сочет и сделает, и поэтому успокойся, сестра, никому это не нужно, на вас и никто не смотрит, на меня нападок не каких-то, а со скверной, с враждебностью, уже пришлось заблокировать 15 тысяч, это больше, чем дивизия, в военное время полнокровное, это на одного человека, не многовато ли? Около 250 роликов против меня составили, из моих дел, это отрывает голову, там Надежда Васильевна, там блудит, все такое, пришлось даже прокуратуру обратиться, Алмазов, фамилия его, Саварбек какой-то, с Караганды, прокуратура вмешалась, все, мигом все убрали из интернета, как будто никогда не было, вас не трогают, молитесь, и так, если имеем общение друг с другом, слово общение, имеют общий корень с общиной, понимаете, в Савской России было, перед революцией, 57 тысяч храмов, и ни в одном не справлялось, никогда не отмечалось, образования общего, ни одной общины не было, а если делали где-то там, не плюют, то это отдельно где-то делали, и свои же их заедали, забивали, и наконец Божий бич пришел в лесе Ульянова и Джукашвили, к стенке, к стенке, 200 тысяч священнослужителей монахов в землю зарыли, я всегда думал, если они придут, когда-то будет свобода, неужели они вернутся, они еще более зле стали сейчас, как они наблюдают за каждым шагом, мы когда были здесь, наш Евтихий был, и тогда Максим, сидим за столом, в гепархии, к единству зовут, а батюшка, я же сказал, батюшка, все интернет не знают, он говорит, как же в интернете, ваш священник показывает, что мы бесы, и с демонами сообщаться, это на нас, может, как, в интернете, а другой сидит рядом, кажется, Беляев, вот, как его звать Беляев, это отец Сергий, и он говорит, да это горно-алтарский, отец там Георгий сделал, убрать, мне домой дошел, у него ролика нет, все убрали, и бесы улетели куда-то, то есть они беспредельно, далеко ушли от Бога, они не знают его, нам не надо смотреть, можем молиться и скорбеть об этом, наша община одна, на 50 тысяч дореволюционных, и сегодняшних 300 тысяч, если они есть, а что будут отмечать, а ее нету, против меня собрались, сидят, гуляют, потом передают, выпивают, поносят, а один маленько протрезался, и говорит, на общину-то мы уже могли бы с вами создать, и все согласились, общину никогда никому не создать, не просто общину, а как одеты, посмотрите, как приходят, какая температура в храме, ни одного движения, и при том благовестническое, худо или бедно, мы той космиссией проехали, 650 городов и сел, 120 тысяч километров проложили, от Барнаула до Владивостока, Тихий океан, собака искупалась, ураган, и потом дошли до Лиссабона, Португалия, Атлантический океан, все государства Европы, и дальше Скандинавия, Прибалтика, Север, Турция, кто-нибудь может сделать? Никто, потому что в этой книге лежит, это один комплект, 38 книг, стоимость 750 евро, мы сделали подарок, за эти поездки, по нашим деньгам сегодня, 35 миллионов выложили, подарки, а сколько людей обращается, почти каждый день мне в интернете говорят, они надо, как раз тебя убили, и за тебя молятся, у меня, сколько сейчас заболело, Алевтина, я не мог никак пробиться к ней, блокируют, свои, не пускают, а почему, они в своем доме это видели, боязнь, я скажу, Алый муж, он баптист, ни под каким видом ничего не давал записывать, я тайно проводил провода, тогда магнитофон, да еще такое, на батарейках, надо присоединить, за диван спрятал, он пришел, поговорит с его родителями, он рассказывает, как шел, когда революция, да интересные такие, о себе говорил все, он нигде не давал ничего записывать, это все передалось детям, дети, вот она, это Татьяна, то другое, они очень добрые, потому что отец и мать, они добрые, а вот это, прилипло к ним, зараза, не надо нигде, а как, никак, страх, как бы его что-то не сделали, я же к ним пешком ходил, со второй строительной, а, где завод-то здесь, на Булыгина, пешком, полгода, потому что остановок было меньше пяти, а меньше пяти, я только пешком ходил, сэкономить три копейки, для дела Божия, и вот она туда-сюда, на кухню, с кухни к нам Алла зайдет, я на первое ухватила, отрывками, его родители оба вернулись из баптизма, стали православными, у ней мать пришла в православие, у ней дочери три православные, окупаются, и вот поэтому, имейте общение друг с другом, общение, это не просто пришли, отстояли, тут не друг с другом, пришел, стоишь, ты не видишь ни впереди, ни сзади, сегодня в храмах, прошли везде богослужения, и выходит, никого не знают, вот у нас 15-16 том, вот он, 15-16, здесь 84 биографии, почему никто их не оставлял, мне Бог положил на сердце, я обратился на собрание, расскажите, как вы к Богу пришли, как вы узнали про общину, оставьте память, их адреса, и телефоны, здесь же, книги не чужие мне, и сколько людей через эти книги теперь пришло, через интернет, и мы их не призываем никуда, если нужно крещение, ищите там, где есть полное погружение, где идут занятия, а не у нас тут пасутся, ну в прошлом году приезжали 10 человек из Ливана, из Германии, из Франции, из каких только не было, почему Бог, это благодать, все, что у нас есть, это по благодати Божией, это невозможно человеку сделать, вы знаете, есть такие органы, называли компетентные органы, компетентные, то есть очень знают по любому вопросу, кто КГБ, комитет государственной безопасности, когда они меня арестовали, и все, уже закончилось расследование, 32 свидетеля, и тогда они только мне сказали, Никулин Юрий Михайлович, умер нарополковником, Москва, меня арестовали по санкции Московской КГБ, МГБ называется, думали, несколько отделов работает в Сибири, а ткнули один человек, но не один, люди помогали, пленки доставали, я на 50 книг на счетах, он раскрутил, а теперь оттуда приходят люди, даже оторваться, спрашивают, а есть ли еще где-то пленки, чтобы, оцифрованные, а кто помог, вот здесь вот сейчас сидел, Николай Пальгоев, Николай Валентинович, один никогда ничего не сделаешь, почему Соломон говорит, один упадет, а другой поднимет, поможет, и так, имейте общение друг с другом, общение, и в общине нет общения, вот они приходят, и сразу уходят, они не нуждаются, боятся, чтобы не засняли, а у вас были такие, которые не хотели снимать, были, ушли, фамилии вам нужны, Галина Ивановна Силина, на одной площадке с нашей Татьяной Кузьмининой, живет, что, пришла им мысль, она услышала, причащать я когда хочу, на неделе два раза, у нас никогда не будет, мы говорим, в России принято крещение было, когда князя Владимира, и всегда греков приняли, четыре раза, четыре поста, она ушла, ушла, когда увидела там топчат и давят, она не знает куда, старый обряд там пошла, а там рот не разъянешь, тебя, говорит, отмеките как надо, все замолкну, и там еще четыре раза, причастишься или нет, про другое не говорит, все успокоилось, за что приобрела, а ничего как было, ничего как была, чужая так и есть, другая, Тарасова тоже ушла, почему, а мне теплый туалет нужен, ну может Надежда Васильевна была залить, там все, нет, иметь все, и променять на туалет теплый, да в России никогда его теплого не было, а там 85% сельского населения, и все, был только какой-то стартиль на улице, смешно даже говорить, а Муравлева, о которой упомянули, да, правильно, много знал, много слышал, был, но знался со всеми, которые были против, и все, кончилось ничем, потеряно полностью, ударился в торговлю, стал быстро подниматься, стал вроде миллионером, на Дальнем Востоке машину покупать, продавать, потом где-то он в Бангладеш, или куда-то Таиланд, и наконец что-то там было, я не знаю, но только вернулся сюда, ничего, ни дети не верующие, полно развал, с женой развелся, вы конечный результат смотрите, у нас чтобы вот так вообще не были, там аборты, или ничего, мы не знаем этого, по крайней мере я не слышал это, почему непрерывно идет работа, непрерывно, а какой прок, я был, да слушал, да не исполнил, учитель говорит ученику, 20 отсюда, около дороги поставь, один мой, через каждый час, а другой не трогай, вечером принес разницы, да тут полкушина, этой пыли-то, вот так и человек, слезами, частым напоминанием, он очищает постоянно душу, где-то что-то не устоял, и так, имеют общение друг с другом, которых нет здесь, и они не против, а почему, ответ простой, они никакого дела, нигде не проявили, чтобы в благовестии участвовали, вспомните, клочки, когда там две сестры, Тамара и Валентина Сортисон были, и мы поехали туда, 8 или 9 машин, от редакции одна машина, это не две, не три машины, машины только, и мы вдоль и поперек, по диагонали прошли это село, по ноге ходили, и даже встретили в одном доме, там кто-то пошел, которая охранница была в тюрьме, что я сидел, и она все это вспомнила, и все в этой книге написано, другой эпохи нашелся человек, и так, иметь общение друг с другом, это значит знать нужду друг друга, друг друга, имеет общение, не стоит сзади просто столбом, а друг другу, вот я ее знаю, только заикнулся, меня не берут никак к моей сестре, заходи брат сюда, тебя поминаю, вот, не допускают, я сказал, она ходит там, помогает по медицине, ее принимают, она через сколько, я говорю, вам бы не помешало, я среди вас был так намеком, боязно просить, готово дело, машина уже стоит, и она увезла меня, я там поснимал на фотоаппарат, и на видик, и побеседовала она с ней, и я говорю, я пришел к утру поставил, уже полтора дня, полтора дня ролик стоит, четыре тысячи, кажется, шестьсот человек посмотрели, и какие отзывы почитали, просто с завистью люди говорят, как вас Бог умудрил, и какая дружба у вас, и все, я кое-что даже убираю, слишком высоко берут, не четыре человека, а тысячи, да мы тысячи-то здесь не видели за год, как можно мешать этому, а я тогда закрою, зачем же тебя закрывать, она у тебя что, уродливая, вот я приехал в Томск, у родной сестры моей, Докхея Тихоновна, приехали шесть священники, ее беседа, ее сын старший пришел, а почему снимаете, а я разрешения не давал, ну мой племянник, я говорю, закройся в кухне и сиди, тебя никто не звал сюда, посмотрел на всех, ну ладно, он не знает, где себя проявить, он не знает, что, палку я сону, где-то что-то смогу, где-то, мне в жизни ни разу, не то что не сказал, а непонятно, как можно это скрывать, когда перед ангелом пишется памятная книга, перед Богом, ты от кого скроешься-то, ты думай о том, вот мы сейчас в рулетки зашли, начинают, а как вас звать, а где живете, а откуда пришли, я показываю, на кухне я сейчас был, завтракал, сюда пришел, а откуда это, он даже не может назвать, как правильно, но начинает спрашивать, я говорю, вы вас что задайте, мы два человека не встречались, сегодня мы встретились, друг с другом общение начинается, у каждого свой талант, у тебя яблоко, у меня яблоко, поменялись, по сколько осталось, по одному, но у тебя есть идея, у меня мы поменялись, сколько осталось, по две, а если нас не два, 22, а мы остаемся здесь, идут занятия в воскресенье, после собрания, после обеда, а потом еще Сергей Павлович берет занятие, спасибо Христос, занятие еще в 6 вечера начнется, и сколько людей приходит, больше 16 он не может набрать, система не позволяет, почему, он просто, 50, 50, да, да, ну, было же, про 16, то что-то говорили, нет, это уже все, это ушло, сейчас 50, я говорю об общине, как нам нужно это беречь, Ленин, даже трудно поверить, что это человек был, антихрист, людоед, по-другому не зажил, но он и тот понимал, одному ничего не сделать, и перед самым уже сумасшествуемся, ему только одно заклинал, только сохраняйте единство партии, даже банда, понимает, разложиться, если друг против друга будут, а у нас нужды никакой нету, сказал, встал, ушел, не отряхнулся даже, ты здесь все получил, которые у нас поушли, а они здесь познакомились, с избранницами своими, вот Мишинкова там, все остальные, детей нарожали здесь, батюшка крестил, пошли, объявили войну, история, говорит, рассудит, и что-то сделали, нет, а почему ушли, увидели фотографию, что наш архимитрополит Лавр, русско-зарубежная, православная церковь, с патриархом Алексеем за одним столом сидят, там не едят ничего, этого достаточно, чтобы пошли, здесь не то, что как-то, совсем человек не соображает, что они говорили, ты знаешь, нет, но вы же были против, что никогда, ну патриарх, Кирилл полетел, и там с папой, Бенедиктором, там таким 16-м встретился, встретился, в Гаване, правильно, и что они сделали, все, не поминайте его, там в монастырях, везде обеяли, выну патриарху, и вдруг я восстал, говорит, да вы же против, не дурите, я против того, чтобы запечатывались, нужно идти на проповедь, а патриарх ничего не сделал, то, что уже сделано, вы, священники бритые, так же, как католики, не крестят, только в одном, я видел, священник вышел, а где она обрезалась, шланг в церкви, святой водой, и поливают всех, все это зашнется, так, имеем общение друг с другом, ходить во свете, значит, ничего не надо прятать, делающий добро не прячется, город на вершине горы, чтобы люди видели ваши добрые дела, и прославили Отца Небесного, 2.18 Якова говорит, покажи мне веру твою, без дел твоих, что покажешь, что пустота, а я покажу тебе из дел моих, это Яков говорит, не я, но мне слова эти нравятся, а как же левая не знает правая, ну если правая тебя еще не оторвана, пусть и левая не знает, ты давай, это означает, не молитесь на показ, на углах улиц, ибо они получают награду, а тут кирпич получишь, на улице молиться будешь, тогда патриарх молится открыто, в храмах этого нельзя, католики молятся открыто, папа везде выступает и молится, нельзя, если по вашему рассуждать-то, это Лев Толстой так понимал, нельзя нигде, мусульмане везде показаны, на улицах молятся, значит не об этом речь идет, а о внутреннем твоем отношении к молитве, а тебя если увидели, я перекрестился где, это проповедь, ты едешь вот такой платок одета, вот наша Ефросинья красавица, а у нас это, с Артисон в Германии, это она ехала с Екатериной, вот так одета, и всегда видели, говорит, женщина какая-то бегает, на соревнованиях там, ну сама утром, и она видела едет, вот так одеты, и она их видела, и они ее видели, однажды, я смотрю, она в храме стоит рядом, ни разу не разговаривали, одна ваша форма только, а чтобы батак были, и платье не выше 10 сантиметров, у нас же палочка лежит, мерили, сумели сделать, полная тишина, ну понимаете, что такое дисциплина, вот Игорь Владимирович, он у меня за стенкой жил, кажется, 14 лет, мы договорились, никого, посторонних, без разрешения не принимать, к нему едет отец, вот он как раз здесь, и он меня спрашивает, можно ли принять, говорю, Игорь, так я об него разве, родители говорил, а что дисциплина, он ни разу, нигде не нарушил, да как вы с ним прожили, душа в душу, мы друг друга оценили, да вот такой он, не надо, имеет общение друг с другом, с какими написано, со всеми, а если вы хвалите, и принимаете только друзей, да кто язычники, Игорь, делает, а ты возлюбил врага, когда он против, и так, я считаю, мое мнение, богаче нас очень трудно найти, 57 тысяч храмов, 1275 монастырей, монастырей, где запечатаны люди были, речь шла не о десятках, а уже сотни тысяч монахов, и все ушло в землю, вы знали бы, сколько мне книг, в интернетной версии присылают, помогите разобраться, я должен сидеть с чужими книгами, смотреть и сказать, найти, что правильно, неправильно, батюшкин друг, да он у меня не чужой, отец сам прислал, он слышит, скажет, про меня говорили, я не скажу, где в городе, и фамилию, и он книгу написал, по названию Божа найти нам, и он настаивает, чтобы я дал рецензию, я посчитал, батюшке говорю, батюшка при, он ему на батюшку высыл, я говорю, мы с ним в хороших отношениях, если я дам рецензию, я не вручаю за нашу дружбу, пусть он меня не спрашивает, я не хочу быть его врагом, и льстить не хочу, я скажу только о том, что хороший, как опокойник, они ему говорят, хорошо, или все, что есть, и он говорит, Ирихонские ворота, там в одном месте, мы проезжали, он там на святой земле был, который, так это уже за 10 тысяч лет, а я знаю, от Адама, до наших дней, 7 тысяч 528 лет, а у него 10, то есть ворота Ирихона до сотворения Адама за 2,5 тысячи лет были созданы, ну, это бывает, человек не знал, но он везде, у православных этого нету, главу от стиха двоеточие ставят, у меня глаза закатились, наконец-то, поняли, у него много об этом, благодатном огне, это уже доказано, все фальсификация, ничего нету, а люди верят в это, и не знают, как теперь отстать от этого, уже доказано, передоказано, что заходят, как зажигают, и какие свечи, какого состава, как они не греют, там, все известно, но я на эту тему тоже говорить ему не могу, потому что он это любит, ну, и пусть он это, это не смертельно, смертельно то, что, когда мы не любим Господа, и не исполняем Его заповеди, а любовь проверяется только по одному, любите меня, соблюдите мои заповеди, а это 1 Иоанна, любезный его ученик, и мы должны это помнить, и мы сегодня пришли в храм, помолились, а общения друг с другом нету, общение начинается вот здесь, конкретно, вот ты уступала, много сказала лишнего, я не понимала ничего, перевернуто, понимала ничего, обратно, когда прослушаешь, ты повторила раз в 15 одно и то же, ты скажи такое, как олово, говорит, на камне, на железе, выжжено должно быть, самое главное, твое сердце открыто, ты нашла Господа, и в доброту твою Господь посеял семя, все, и два предложения надо было только сказать, Писание убеждает нас, говорить многое в немногих словах, я сказал много, но слишком о многом приходится говорить, мы отмечаем сегодня этот день, благодарностью Богу, у нас бы здесь не было, если не было благовестия, если не было благовестия, вам понятно, я под вас клинья бью, не сидите, на крещение, идти некому, я сразу подошел, я нафа, ты где, где была, я говорю, ты в прошлый раз ходила, почему тебе нет, я на сроки пошла, вы позавчера ходили, нет где-то по городу, ты не ходила, нет, ну кто-то шли очень похоже, меня обезла, сестра вот и, то другое, и так, община, это общение друг с другом, и у нас общие беды, и общие радости, я вам наказы хочу сразу дать, как я имею прямое отношение к общине, вся община там, в биографии ее, самое главное, самое первое, говорят, только вас не будет, тут борьба за власть будет, тут начнет громкоголосы, начнет давить вас всех, и все равно захватит власть, а я в это не верю, напрасно все это, ну не верю, да и все, я против, что Сергей говорит, передача отсюда он говорит, я против, против, потому что показывать надо, то что ценно, а у нас тут, три коллеги говорят, костяк, как батюшка смотрит на бабушку, это наш костяк, кроме костей, это ничего не осталось, вот, если мы, желаем, волю Божию исполнять, и дальше, чтобы мы сохранились, еще раз повторю, потом будете слышать, никогда, во веки веком, как говорят старобряцы, не идти, в московскую патриархию, у нас добрые отношения, мы сохранили, никогда, вас не будет, сразу все будет разрушено, вот, а до власти, они власти над нами никакой не имеют, нападают, грызут, поносят, но это обыкновенная, как говорится, женская, тут еще не сделаешь, период, они на меня нападают, половина опять отваливается, никогда, мы в самых хороших отношениях, батюшка тут знает, когда, снова пригласить местного митрополита, я считаю, может быть, заблуждаюсь, но, думаю, это Бог увидел наши страдания, скорби, какие были при прежнем епископе, этого епископа, избрал суда, и он, минуя, архиепископа стал митрополитом у нас здесь, и такое отношение у нас, он не просто митрополит, он отец родной, как он благословляет, как он радуется, перед нами заискивают, а кто я такой, никак, хоть на прощенное воскресенье идем, он с крестом обнимет, и поцелует, и спросит, ну, представьте, я фактически тамирянин, какое тут звание, мы одинаково тут, я в алтаре не захожу никогда, и подрастник отдал, а там, в Потеряевке, ну, так, в этом костюме, я заходил, когда он был, снимал, и он меня попросил, скажите проповедь, и каждый раз, это чего-то стоит? В храме, при епископе, а где-то в патриархии было, могу отметить, по крайней мере, за 900 лет ни разу не было, значит, не просто редко, экстраординарная, непропускаемая, везде запечатанная, без должности, первое, и самое важное, второе, а батюшки не будет, я уйду, я весь здесь остался, в интернете, сегодня ночью, на нашем ютуб-канале, он называется, «Восвете Библии», «Восвете Библии», и ровно 20 тысяч роликов стало, 20 тысяч, 10 тысяч ни у кого нигде нету, 5 тысяч ни у кого нету, это ролик, это фильм, 20 тысяч, сегодня ночью, как будто подгадало все это сюда, и мне нужно было распечатать вопросы-ответы, и уже 14 помощников Бог дал, которых не было, они работают, и так, а если священника не будет, тряхнет, но только на время, дальше, мы договариваемся, идем, меня не будет вы, тут, конечно, Виктор Андреевич должен быть, пойти к местному митрополиту, когда батюшка уезжает, и он к нему идет, и говорит, меня если не будет, вы бы тут разобрались, разобрались, священника прислать, и он что, обрадовался, наконец-то к патриархии обратились, нет, он спокойно выдает батюшке бумагу, написано, под судом не состоит, везде может причащаться, у нас с ним общение, иначе бы сказал, общение полное идет через Евхаристию здесь, и поговорить, кого? Батюшка говорит, Сергея, который был у него секретарь, Беляев, Беляев, и мы, и его нет, он мое сердце завоевал, одним шагом, когда приехал сюда, его не было, в алтарь заглянул, я не успел глянуть, он шагнул в алтарь, два шага, и упал перед алтарем, и поцеловал его, и воткнулся, как мусульман, я стою здесь, но это меня как будто подняло, а если за ним что-то не такое, вот этот момент буду помнить, остальное не увижу, и он не раз был по Теряевке, назначает время, во время поста, четыре раза, как у нас принято, и тогда к архиерею идти, и он приходит, конечно, по разуму рассудить, чего это стоит, поддержать его надо, семья и прочее, мы обязаны, батюшка-то десятина, а тут десятина на другое пойдет, а часть надо отложить, чтобы всегда было, когда приедет, это вот, вопрос решается, батюшка тоже еще, не знаю, да кто, как батюшка, ты молись, ответ пусть тебе не от меня придет, поддерживать самые добрые отношения, а если выпады будут против вас, ни слова вот нет, промолчи, не пожалеешь, то, что не сказал, пожалел один раз, а сказал сотню раз, и теперь, сохраните, то, что я говорю, наши ресурсы, это сайт, ютуб, форум, и mail.ru, теперь, чтобы онлайн, то есть онлайн, это прямая передача, вот как есть, так и смотрят, это во многих местах идет, вот сейчас Путин наступал, и прямо онлайн идет передача, федеральное собрание, как говорит, и на людей направлен, ну, конечно, не нашими аппаратами, там вот такие аппараты, по полтора миллиона, может, или больше стоят, а у нас 30 тысяч, и все время снимают, и чтобы был запрет, нет, нигде, ни от кого на съемке запрета нет, нигде, кто бы ни выступал, где, что-то не так выйдет, на патриарха закричали, все так и выставляется, онлайн идет от храма Христа Спасителя, круглосуточно работают все эти, со всех сторон глазки, и идет, я сейчас хочу узнать, что там делается, только нажал и сразу смотрю, сейчас выставляют ролик, что такое литургия, Алфеев, Петрополит Илларион, как его считает, это, ну, прямой заместитель патриарха, он и композитор, и у него каких-то дожнатней нету, и сейчас он взял тему, что такое литургия, кажется, все сказано, пересказано, он такой умница, что и здесь сделался, как его одевают, как он стоит, руки поднимают, как поручи ему привязывают, все остальное, как коня на битву готовят, какое одеяние ему, и как дальше идет, и каждое слово, все объясняет, и все снимают, сразу, при том, когда он так раз и другое, это означает, столько рядом стоит аппаратура, не одна, ему надо поворачивать, попутно захватывать, там не так, я видел самое, которое считается не пресчищением, а когда новый храм, и освящение престола, я никогда не видел, а здесь так патриарх стоит, полный стол, отшлипованный, теперь льют они туда мир, и лей, и он рукой, вот так вот, и все это, все снимается абсолютно, нигде никакого табу нету, в стране у нас, только в пяти местах запрет, запомните, не диете лицо там, безумие полное, вот дети, каждое воскресенье, я здесь снимаю, и в интернете, в интернете, что, не было насилия, стоит там, там очень строго, ютуб, не было насилия над детьми, угроза их жизни, и вот такое, там показано, какие условия, нельзя снимать, конкретно, прямо, когда идет закрытое совещание, Государственная Дума, закрытое объявляется заранее, нельзя запомнить, да и там делать нечего, там важные вопросы, президент решает с ними, второе, таможенное пространство, вот таможня, я еду в Турцию, только зашел туда, и территория, на огороженных, вот там снимать нельзя, притом очень строго, очень строго, второе, таможня у нас никакой нет, третье, военные корабли, снимать их отсюда, или военные, зарубежные, снимают наши где-то, третье, четвертое и пятое, почти одно и то же, министерство газофикации, электрификации, а мы там никогда не бываем, то есть у нас запрета нигде нет, а если человек запрещает, и то другое, он не знает законов, он попадает под уголовный, кодекс, 305-я статья, УК, и 27-я, гражданская, а почему, а вот в судах, там спрашивать и не спрашивать, не спрашивал, запретят, это суд, когда-то малолее, так что-то было сделано, там запрещают, потому что было насилие, как на тобой мне стали смеяться, все, больше нет запрета нигде, а он в дом тебе зашел, ну его дело у нас везде висит, идет видеозапись, вот оно, и что мы теперь, один заснул, запись убрать эту, с чего ради-то, это просто совсем неразумно, никак, успокойся, тебе никакого вреда не нанесли, все это выдуманное, начинают, а меня на работе узнают, на работе узнают, узнали? Нет, приходят даже некоторые, я каждого спрашиваю, идет у нас видеозапись, вы не против? Да я не хотел сразу щелк, больше он никогда у меня не придет, зачем он мне нужен? Не знайся с трусливым, он тебя сделает таким же трусливым, делающийся явным, есть свет, мы во свете находимся, ни один ролик у нас не послужил во вред, сколько лет, собрания все у нас идут, онлайн я против, против, потому что неизвестно чего и как, и притом его могут пришить к нам, ты помнишь, я об этом говорил, а потом тебе там другие подсказали, сказали, да, хорошо, что ты отказался, это очень и очень опасно, два-три замещания, нарушения, полностью без канала уничтожат, над которым я тружусь 10 лет, и поэтому веди себя тихо, я против придумывать вот это, не надо, а онлайн только промеркнуло, даже я не могу взять оттуда, батюшка был там, снимали у них, Виталий, и так не мог копию снять, а у нас это капитально, я отсылаю, или сегодня я поставлю, и смотри, хоть день, хоть два, хоть год, хоть 10 лет, ничего нету, и так, берегите общину, умейте прощать, никогда не спорьте, так а вы спорите, найди, где я спорил, спорят, у меня есть изречение, тот, кто ничего не знает, а кто знает, он возвещает истину, мы очень богаты, сейчас тут трапезу приготовили, не расходитесь, люди ушли до этого, не знаем, почему ушли и как, помолиться о них, Господи, чтобы они были участниками духовной трапезы, заходили на наши сокровища, когда идут занятия, повторяю, новые люди постоянно приходят, и выступает не кто-то, вот местная епархия, местная, и у них журнал, покров называется, для семинаристов, и там выступает доктор богословия, Павел Бочков, священник, и говорит о нас, проповеди Игнатия, говорит, по-разному восприемлют, но то, что пришли тысячи людей, не десятки, а тысячи людей, вы куда это денете, и когда был здесь, митрополит Сергий, он зашел, я ему включил, он говорит, ну хорошо же сказано, я и хотел сказать, он думал, я ему показываю, как бы, сказать, что вы пишете-то, а наоборот, хорошо сказал, а он нас даже не знает, только по этим, по событиям, какие видит, по крайней мере, за местные, за последние 10 лет, крещения сколько было, все пришли, только через благовестие, о которых мы направили на Афон, в другие места, где крестят, в Москве, я говорю где, туда ушло, может быть, сотню раз больше людей, и поэтому от меня, вот это вам остается завещание, самое главное, смиряйтесь, никакой власти тут не было, я какая власть, я же последнему слову даю, но моя рука незрима, присутствует во всем, у лидера должно быть 6 качеств, еще раз напомню, воображение, до конца знать, что знание, и как это выполнить умение, решительность, беспощадность, и привлекательность, у нас есть 5 качеств, у некоторых, последние качества не могут добыть, смиряйте себя, привлекательность, означает, тебя даже нет, а ты как в центре событий, люди будут искать твоего мнения всегда, ко мне вопросы, аминь, слава Христу, аллилуйя, так, вопросов если нет, тогда оставайтесь, помолимся, и за стол садитесь, мы-то рядом, дома поодержим, отче наш, ты жисти на небесе, да светится имя Твое, да приидется свет Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле, хлеб нашла, сущный дашь нам вниз, и остави нам долги наши, якожи, мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, и вот то есть царство и силы и слава вовеки, аминь, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Боже наш, прими нашу молитву, воздяне рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное, перед престолом благодати Твоей, Господи, соедини нашу молитву, с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле, Ты, Всевышний, обращаемся к Тебе во имя Иисуса Христа, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас, любящих наш Отец Небесный, ради голговских страданий, Сына Твоего единородного Господа и Бога нашего Иисуса Христа и Его прорытой крови, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них, спаси их, Господи, и помилуй, аллилуйя, говори, Господи, владыка, слушает и дослышит рак Твой. Аминь. Если нет общения друг с другом, Сатана занимает другое, первый псалом, не ходит на совет нечестивых, он обязательно заполнит. Поэтому всякую минуту свободы в Библии, друзьям на выночку. К столу. Да, почему это вы уходите? К столу. Ну, давай. Миром Божьим по столам. Я руки помню. Продолжение следует...